Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим, как себя чувствуют основные индикаторы финансовых рынков. Посмотрим на валютный, товарный, фондовый, криптовалютный рынок. Я сегодня дам свои рекомендации, свое видение по основным инструментам, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте лайк авансом. Кстати, прошу всех, кто регулярно смотрит мои видеопрогнозы, написать в комментариях, как вам результативность моих прогнозов, рекомендаций, насколько вы используете или не используете своих торговлей и что мне добавить или может быть здесь изменить. Ну а мы начинаем и начинаем мы по традиции с ситуации новостной. Давайте посмотрим, что нас ждет на неделе предстоящей. Собственно, в понедельник, выходной день в Китае, у нас были опубликованы данные по розничным продажам в Австралии и, собственно, было выступление господина Бейли, главы Банка Англии. Во вторник, выходной, опять же, в Китае и Гонконге, нас ожидает решение по процентной ставке в Австралии, композитный индекс PMI в Великобритании, индекс деловой активности в Великобритании. Ну, в общем, я на такие индексы особо обычно не смотрю. Также нас в среду ждут данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки, традиционные данные, которые публикуются по средам, и публикация протокола Федрезерва. Это уже важная история, на нее надо обратить внимание. В среду в 21.00 по Москве. В четверг будет публикован протокол заседания Европейского Центрального Банка по монетарной политике и опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице. Ну, а в пятницу нонфарм по-канадски, изменения занятости в Канаде. Собственно, на них тоже стоило бы обратить внимание. Но самое главное, внимание, конечно, на этой неделе будет приковано к публикации протокола Федрезерва и Европейского Центробанка. Эти новости еще раз будут опубликованы в среду и в четверг. Ну, а мы теперь переходим к валютному рынку. Начнем с него разбор текущей ситуации. Начнем мы по традиции с валютной пары евро к американскому доллару. На недельном таймфрейме евро-доллар, как мне кажется, уже все-таки находится в нисходящем тренде. Но, тем не менее, при этом есть конвергенция, о которой мы сейчас чуть позже еще с вами обязательно поговорим. По дневному таймфрейму мы продолжаем торговаться в рамках восходящего тренда. И последние несколько дней здесь наблюдается коррекция. По графику четырехчасовому здесь, в общем-то, уже можно констатировать нисходящий тренд. По скользящим средним на недельном таймфрейме 190 снижается, 21 снижается. На дневном графике 190 снижается, 21 тоже начинает разворачиваться вниз. И на графике четырехчасовом здесь оба индикатора указывают на снижение котировок. По индикатору RSI на недельном таймфрейме, напомню, у нас продолжает формироваться вот такая вот конвергенция. И эта конвергенция по-хорошему должна привести к росту в районе отметки 1.14500. Но это, опять же, недельный график отработки такой конвергенции, можно ждать достаточно долго. По дневному таймфрейму здесь, ну, в общем-то, оба индикатора в нейтральной зоне. То есть нет явных признаков ни к росту, ни к падению. Поэтому здесь особо ничего интересного сейчас в моменте нет. А вот на графике четырехчасовом здесь тройка в зоне перепродности, при том достаточно существенной. И тринадцатый тоже начинает заходить в зону перепродности. И все это говорит о том, что, возможно, если взглянуть на дневной таймфрейм, здесь у нас есть такая вот замечательная линия тренда. Собственно, возможно, к этой линии тренда мы в ближайшее время придем. И отсюда у нас вновь произойдет отбой наверх и начнется все-таки отработка дивера, точнее конвера на недельном таймфрейме. Напомню, что на прошедшей неделе мы прямо вот в момент записи видеопрогноза, я говорил, что есть смысл покупать в районе вот этих вот значений от верхней границы диапазона, на единую европейскую валюту, ориентироваться на конвергенцию и, соответственно, те, кто воспользовались, успели, точнее, воспользоваться этой рекомендацией, собственно, неплохо смогли заработать, потому что в моменте евро вырос более чем на 2300 пунктов. Надеюсь, что вы успели зафиксировать позиции. Ну и сейчас есть такая вероятность, что у нас снова появится возможность для входа в рынок на покупку. Единственное, что я бы посмотрел еще раз дополнительно на те подтверждающие сигналы, которые, надеюсь, будут присутствовать при подходе вот к этим значениям. Собственно, что касается значений, в районе которых я бы смотрел на бай, это, соответственно, у нас район примерно, сейчас, секундочку, давайте вот таким вот образом выясним, мы уже практически на нем находимся, это у нас отметка 1.9900, но фактически отметка 1.10 ровно, опять же, текущие цены неплохо подходят для покупок. Но возможен пролив вниз до отметки 1.9400 и при пробое отметки 1.9400, к сожалению, нам придется рубить позиции и констатировать начало нового витка снижения по валютной паре евро-доллара. Но все-таки, я думаю, что на 1.10 так или иначе реакция здесь какая-то должна случиться. Переходим к британскому фунту. Британец на недельном таймфрейме снижается, на дневном таймфрейме, ну, я бы здесь не стал, наверное, выделять какой-то конкретный тренд, сказал бы, что британский фунт находится в каком-то боковике, по графику 4-часовом, в общем-то, тоже особенного тренда здесь глобально не наблюдается. По скользящим средним на недельном таймфрейме 190 и 21 снижаются, по дневному таймфрейму аналогичная ситуация обе скользящие средние снижаются. По индикаторам на 4-часовом таймфрейме здесь также обе скользящие средние указывают на снижение котировок. По индикатору RSI на недельном таймфрейме, обратите внимание, у нас здесь, кстати, тоже есть, как и по единой европейской валюте, конвергенция. Я, по-моему, раньше на нее внимания не обращал, но она здесь действительно присутствует. Оба индикатора, по сути, находятся у нас в пограничной зоне между нейтральной и зоной перепроданности. По дневному таймфрейму, в общем-то, такая же ситуация. Оба индикатора в зоне пограничной, между нейтральной и зоной перепроданности. И графики четырехчасовой. Здесь уже оба индикатора в нейтральной зоне. На прошлой неделе я говорил о том, что британцу будет достаточно сложно снижаться в условиях, когда мы ждем коррекцию по единой европейской валюте. Но, тем не менее, прошлую неделю британец все-таки завершил снижение. Не таким существенным, но, тем не менее, немножечко припал. И вот здесь все-таки, как мне кажется, фунт будет продолжать торговаться с оглядкой на единую европейскую валюту. Если евро возобновит рост на этой неделе, после снижения, которое мы видели в конце прошедшей пятидневки, то в этом случае нас ждет рост. И здесь что-то уже есть такое похожее на треугольник, который может начать отрабатываться наверх. Я не хочу пока загадывать, но все-таки, если будет выход из этого треугольника вверх, то ориентировочной целью для роста у нас могут стать вот эти вот уровни, которые мы наблюдали с вами еще в начале марта, в конце января. Ну, в принципе, вот такой рост, он выглядит вполне себе логичным. И опять же, обратите внимание, что если евро вновь начнет расти, британский фунт на прошлой неделе снижался, то есть он припал еще сильнее, чем единой европейской валюты. И в качестве догоняющего, если ему придется расти, то он может реализовать гораздо больший потенциал вверх. Ну, собственно, здесь мы видим порядка 2800 пунктов потенциал роста по британскому фунту. Ну, я думаю, там 2,5 здесь забрать вполне себе можно будет. Переходим к валютной паре доллар-иена. На недельном таймфрейме продолжается восходящий тренд. По дневному таймфрейму также пока еще продолжается восходящий тренд. На графике четырехчасовом, ну, вот здесь я бы сказал, что довольно непонятная картинка. Ну, если формально смотреть, здесь расширяющийся боковой диапазон. Ну, собственно, расширяющийся боковой диапазон. Но какой-то конкретный тренд я бы здесь все-таки выделять на четырехчасовом таймфрейме, наверное, не стал. По скользящим средним пока еще и на недельном, и на дневном графиках, да и на четырехчасовом, кстати, тоже. Скользящие средние указывают на рост котировок. По индикатору RSI на недельном таймфрейме оба индикатора в зоне перекупленности по-прежнему. На дневном таймфрейме 13 еще пока в перепроданности тройка все-таки в зоне нейтральной. Ну, и на графике четырехчасовом здесь, ну, здесь наоборот, 13 уже в нейтральной зоне, да, а тройка возвращается в зону перекупленности. На прошлой неделе я говорил, что довольно важно будет увидеть, что доллар и иена будет делать вот с этим вот максимумом 2015 года. Как вы видите, по текущей картинке до этого максимума котировки не дотянули. И, собственно, вообще в целом концовка прошедшей недели прошла под знаком снижения доллар-иены. Собственно, доллар-иена после обновления максимумов за последние несколько лет довольно серьезно скорректировалась. Но при этом, что примечательно, все-таки в пятницу мы видели отскок наверх. То есть сначала была фиксация покупок в районе вот этих вот максимумов новых, а потом, собственно, после того, как была небольшая распродажа в течение нескольких дней на прошлой неделе, наоборот, начали доллар-иену снова под конец пятиневки откупать. Вот здесь пока я бы сказал следующим образом, что пока не начнется более вменяемая какая-то коррекция, я бы по доллар-иене не рекомендовал особо что-то делать. Может быть, есть смысл посмотреть продажи, допустим, где-нибудь в районе вот этих вот максимумов. Все-таки мы тут пытались несколько раз закинуть хвосты к этому уровню. Эта отметка у нас 123.200 примерно. И, соответственно, если мы до этого уровня вновь дотянемся, возможно, отсюда можно попробовать открыть сделки на продажу. Делать единственное, это нужно довольно осторожно, потому что потенциал все-таки роста здесь еще в общем и целом сохраняется. Ну а что касается вот этой продажи потенциала снижения по доллар-иене, ну, собственно, вот вам график недельный, да, и тут внизу просто огромная пропасть для дальнейшего падения. Валютная пара доллар-франк на недельном графике находится в формальном восходящем тренде. По дневному таймфрейму мы уже снижаемся, по графику четырехчасовому мы снова начинаем набирать потихонечку силу, да, доллар-франк начинается вновь расти. По скользящим средним на неделе 190 снижается, 21 растет, по дневному таймфрейму 190 растет, 21 снижается, по четырехчасовому таймфрейму 190 снижается, 21 растет. Ну, собственно, на всех таймфреймах, получается, зажимают сейчас котировки между скользящими средними, да, только меняются они местами где-то 190 наверху, где-то 21 наверху, да, и так далее. По RSI на неделе мы в нейтральной зоне, по дневному графику в нейтральной зоне, по графику четырехчасовому 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности и назревает потихонечку здесь рогатка. Напомню, что в начале прошедшей недели я рекомендовал продавать в районе 93 700, те, кто воспользовались рекомендацией и продавали, в общем-то, 1700 пунктов на пике могли вполне себе увидеть. Эта идея, она является уже отработанной, ее мы закрываем и поздравляем всех тех продавцов, которые, собственно, внимательно слушали мои рекомендации на прошедшей пятидневке. Но что касается текущей ситуации, то, наверное, есть смысл посмотреть на то, куда скорректируется доллар-франк, к слову, от снижения прошлой недели мы скорректировались уже чуть ли не на 50%, и вот как раз, как мне кажется, вот эти вот уровни 50%, 61,8%, это может быть тот диапазон, в районе которого мы можем начать вновь снижаться. Поэтому обратите внимание на вот этот диапазон и аккуратненько в районе этого диапазона продавайте. Но если будет пробой отметки 93, ровно, в этом случае уже надо переворачиваться, ну или как минимум закрывать позиции на продажу, потому что, скорее всего, будет снова попытка штурма отметки 93,700. Переходим к австралийскому доллару. На недельном таймфрейме австралиец уже, на мой взгляд, находится в восходящем тренде. По дневному таймфрейму я бы здесь сказал, что мы тоже находимся в восходящем тренде, а вот на графике четырех часов мы, обратите внимание, в боковике. И, по сути, всю прошедшую неделю австралиец топтался в районе отметки 75, заходя то выше этого уровня, то ниже этого уровня и так далее. По скользящим средям на недельном таймфрейме обе скользящие растут, на дневном таймфрейме обе растут, на графике четырех часов обе растут. По индикатору RSI на недельном таймфрейме 13-й в пограничной зоне международной нейтральной зоной перекупленности, тройка в зоне перекупленности, причем весьма существенно. Здесь есть рогатка, которая говорит о том, что неплохо бы австралийцу скорректироваться вниз. По дневному таймфрейму здесь оба индикатора начинают заходить в зону перекупленности, в общем-то тоже надо искать возможности для открытия сделать на продажу. И по графику четырехчасовому здесь 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. Напомню, что на прошедшей неделе я рекомендовал обращать внимание на вот эту дивергенцию по четырехчасовому таймфрейму, она себя отработала и на этом пока все приостановилось. Сейчас я бы обратил внимание уже на вот этот диапазон и на выходе из этого диапазона открывал бы сделки либо на покупку, либо сделки на продажу. Как мне кажется, выход из диапазона он практически как обычно равновероятен как вверх, так и вниз. Ну и собственно величина этого диапазона составляет порядка на пике порядка 850 пунктов, 800-850, ну и выход соответственно будет примерно на вот это вот количество пунктов. Нового ничего пока по австралийцу я особо не жду. Канадский доллар против американского, недельный таймфрейм. Мы находимся формально в нисходящем тренде, по дневному таймфрейму аналогичная ситуация нисходящий тренд. А вот по графику четырехчасовому, ну я бы сказал, что вот это конечно боковик, но если смотреть по формальным признакам, то мы здесь даже немножечко подрастаем. Причем обратите внимание, как красиво по четырехчасовому таймфрейму мы хвостами тестируем вот эту ранее пробитую нижнюю границу треугольника, который я рисовал по-моему на недельном таймфрейме. По скользящим средним на недельном таймфрейме мы снижаемся, по дневному графику снижаемся, по графику четырехчасовому также снижаемся. По RSI недельный график, 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности, дневной таймфрейм оба в нейтральной зоне, график H4, 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности. Ну и вот здесь сейчас идет накопление, я еще на прошлой неделе говорил, что возможно будет коррекция наверх небольшая, возможно мы там пощупаем вот эту пробитую границу треугольника и дальше собственно отвалимся вниз и потенциал снижения, напомню, у нас это вот эти вот минимумы, которые были у нас в мае-июне 2021 года. Пока прогноз остается без изменений собственно в силу того, что канадский доллар не изменил своего положения и тут явно была такая перегруппировка сил у продавцов, которые в общем-то зафиксировали, фиксировали на прошлой неделе здесь свои позиции, накапливали сделки и собственно ждем дальнейшего продолжения движения вниз. И переходим мы с вами к золоту, золото на недельном таймфрейме находится в восходящем тренде по дневному таймфрейму, я бы не стал здесь говорить о каком-то конкретном тренде, здесь что-то похоже на боковик, по графику четырехчасовому в общем-то тоже какого-то конкретного тренда я здесь не наблюдаю. По индикаторам скользящие средние недели растут, на дневном графике 190 растет, 21 снижается, графика H4, здесь цена увязла в веере из скользящих средних. По RSI на недельном таймфрейме все в нейтральной зоне, по дневному таймфрейму все в нейтральной зоне, графика H4, оба индикатора в нейтральной зоне. Ну и собственно рекомендация в силу того, что особенных изменений здесь нет, остается в общем-то той же самой, на прошлой неделе я напомню рекомендовал вот в этом диапазоне покупать, причем покупать здесь можно было и с верхней границы. Ну и собственно кто покупал где-нибудь в серединке тоже в общем-то не прогадали и по-прежнему цены такие более или менее подходящие для открытия сделок на бай. В общем-то нового добавить мне здесь особо нечего. По нефти, по нефти не было рекомендаций на прошлой неделе, нефтяные котировки на недельном таймфрейме собственно формально находятся, точнее нет, если смотреть глобально находятся в восходящем тренде, а формально как раз таки мы уже начали перетекать в какой-то треугольник, который более хорошо просматривается на графике дневном и собственно выход из этого треугольника, можно даже вот так вот его нарисовать, определить дальнейшие перспективы по нефти. По графику 4-часовому мы здесь снижаемся, по скользящим средним на неделе растем, на дне 190 растет, 21 снижается, по 4-часовому таймфрейму здесь обе скользящие средние снижаются. По индикатору RSI на недельном таймфрейме оба в нейтральной зоне, по дневному графику 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности, графика H4 оба индикатора в нейтральной зоне. Ну собственно ждем начала отработки вот этого треугольника и собственно треугольник-то здесь, надо сказать, друзья, мы не маленький, и собственно выход из него может довольно серьезно изменить расстановку сил на сырьевом рынке в мире. Ну и теперь американский фондовый рынок, посмотрим на индекс S&P, мы собственно ждали, что вот-вот сейчас немножко мы скорректируемся, можно будет зайти на покупку тут где-то, вот, и собственно этого пока не случилось, на недельном таймфрейме индекс S&P находится в расширяющемся боковом диапазоне, очень много здесь нарисовано, но я думаю разглядеть можно, да, по дневному таймфрейму мы растем, по графику 4-часовому мы начали снижаться, середины прошедшей пятидневки, по скользящим средним на неделе мы растем, на дневном графике мы растем, по 4-часовому таймфрейму 190 растет, 21-й снижается, индикатор RSI на недельном таймфрейме 13-й нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, по дневному таймфрейме оба индикатора в нейтральной зоне, графика H4, 13-й нейтральной зоне, тройка в небольшой перекупленности. Ну, собственно, вот этот дивер уже можно убирать, он себя так и не отработал, собственно, дивер здесь, обратите внимание, перерисовали в итоге, Ну и судя по всему, ждем добивки, вот по дневному графику наиболее хорошо видно, добивки вот этого треугольника, собственно, который должен привести к росту индекса S&P до уровня 4700, ну а дальше надо будет смотреть. Немножко не добили мы до этого уровня, если в итоге не дотянемся, это будет очень плохим сигналом для индекса S&P, потому что если покупатель не готовы даже до 4700 толкать индекс, то в этом случае, конечно, внизу-то тут, напомню картинку по доллар-иене, по индексу S&P тоже пропасть внизу такая, что мама не говорю. Причем если доллар-иен, она только-только открывает эту пропасть, то индекс S&P эту пропасть уже открыл вполне себе, первый квартал индекс завершил снижением впервые с 2020 года, насколько я помню, и, соответственно, в общем-то это может стать началом нового тренда глобального на американском фондовом рынке. Собственно, рынок, как вы помните, мы там разбирали как-то в Facebook, да, и не только Facebook смотрели, рынок-то, в общем-то, готов к падениям, поэтому будем внимательно здесь смотреть за ситуацией. Ну и, собственно, биткоин. Биткоин на недельном таймфрейме, ох, как много у меня тут рисунков, сам разобраться ни в чем не могу, да, на недельном таймфрейме мы вышли из треугольника, начали расти по графику D1, мы, в общем-то, находимся в восходящем тренде на графике 4-часовом. Ну, формально, кстати, тоже, в общем-то, растем, но так не очень уверенно. По скользящим средним на недельном таймфрейме мы растем, по дневному таймфрейму по скользящим средним растем, по графику 4-часовому 190 растет, 21-я снижается. Индикатор RSI на недельном таймфрейме, 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности, есть рогатка, это сигнал на продажу. По дневному таймфрейму оба индикатора в нейтральной зоне, по графику 4-часовому 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перепроданности. Что здесь? Во-первых, на прошлой неделе я говорил, что мы ждем снижения, я тут такие снижения рисовал, в том числе, довольно-таки амбициозные, да, до 42 500. А также говорил, что отметка 44 неплохо подходит для покупок, собственно, минимум, который мы наблюдали на прошлой неделе, это 44 220, да, ну, это по тому графику, который есть у меня, возможно, у вас до 44 котировки доходили. Ну, кстати, если бы мы с вами растянули все-таки ФИБУ дальше, то здесь четко видно попадание в 38-ю ФИБУ, соответственно, мы бы здесь, скорее всего, наши ордерата, ну, переставили бы, да, поставили бы где-то на немножко других отметках, и была бы возможность все-таки здесь зайти. Но кто успел, тот большие молодцы, от 44 мы отстрелили, но вот теперь самое интересное начинается, потому что, обратите внимание, что, несмотря на вот этот отстрел, который здесь был наверх от 44, мы не смогли сделать перехай вот этого максимума. А то, что нет перехая, это говорит о том, что покупатели не уверены в дальнейшем росте, и, возможно, возможно, сейчас нас ждет снижение биткоина все-таки, ну, как минимум, как минимум, вот к этой вот, я уже не помню, на каком-то инфрейме я рисовал эту картинку, по-моему, на дневном, как минимум возврат к вот этой верхней границе пробитого треугольника, это у нас, ну, примерно где-то 41 500, мы можем здесь увидеть. Дальше надо будет смотреть, в том числе смотреть, как себя будет чувствовать американский фондовый рынок. Ну и, друзья мои, давайте мы посмотрим, что же нас ждет на российском фондовом рынке, если быть точнее, даже не на российском фондовом, а на российском валютном рынке. Кстати, у меня все есть мысль записать отдельное видео с прогнозами по российским акциям, вот, но чтобы не впихивать это все в один видеопрогноз, наверное, мы это запишем отдельным видеороликом, вот, кому интересен российский фондовый рынок, Не пропускайте, на этой неделе я думаю, что мы что-нибудь все-таки запишем здесь, потому что я сейчас сам буду для себя присматривать в портфель те бумаги, которые я все-таки буду сейчас покупать в связи с изменившимся фоном, в связи с отменой дивидендов по ряду компаний. Будем смотреть на картинку, потому что в целом, кто подписан на меня в телеграме, я говорил о том, что вроде бы как отдельные бумаги российского фондового рынка неплохо себя чувствовали в последнее время, давайте скажем так, неплохо отскочил Озон, прекрасно себя чувствовали акции ВК, которые показывали 80% роста на прошлой неделе. Но в целом, если смотреть на наш фондовый рынок, все, что мы сейчас наблюдаем, пока, честно говоря, напоминает мне, знаете, такое выражение «отскок дохлой кошки». И вот отскок дохлой кошки, в общем-то, обычно приводит к тому, что кошка все-таки обратно падает, и падает она на новое дно. И вот поэтому нужно к этому дну быть готовыми и, собственно, определить спектр тех бумаг, список тех бумаг, которые на этом падении покупать и на каких уровнях покупать. Вот на эту тему мы, наверное, с вами и поговорим в одном из следующих видеороликов. Ну а пока, давайте поспорим на доллар-рубль, потому что я хвалился туда, что мы попали по евро-доллару, что мы попали по доллар-франку, что отработали кондивер по австралийцу, что прогнозы по канадцу, по золоту все у нас неплохо отрабатывают. Вообще, в целом, отработка моих недельных рекомендаций, она очень неплохая на самом деле, потому что чем больше таймфрейм мы отсматриваем, тем лучше видно картинку и более правильно можно принять решение. А вот по доллар-рублю я ошибся на прошлой неделе, потому что я говорил, что хорошо, конечно, смотрится отметка 80 рублей за доллар, но не верил я, что мы до этой отметки доберемся, а мы таки добрались. Но справедливости ради надо сказать, что я оправдался здесь и, в общем-то, на прошлой неделе говорил о том, что доллар-рубль сейчас не рыночный инструмент абсолютно, здесь введены комиссии на покупку, здесь есть определенные ограничения исхождения долларов и так далее. Поэтому, конечно, в этих условиях доллар-то не сильно кому-то нужен, ну и спасибо, как говорится, нашему Центробанку. Ну, с другой стороны, наверное, Центробанк довольно грамотно сейчас действует, другой вопрос, что спрогнозировать курс доллар-рубля сейчас становится практически невозможным. Ну, я опять же думаю, все-таки, что ниже 80 особо его не потащат, это, ну, технически, вот смотрите, на недельном графике все-таки очень хороший уровень. Может быть, попробовать засадить там куда-нибудь на 70, допустим, но зачем это надо и есть ли смысл тащить доллар-рубль дальше вниз? Вот в этом у меня очень-очень большой вопрос. Вот не забывайте о том, что мы получаем доходы от продажи нефти и газа все-таки в долларах, а не в рублях. Да, это Газпром получает на свои счета рубли за продажу газа, а в страну-то поступают доллары, и наши западные партнеры, несмотря на новый указ президента, все-таки должны перечислять на счета в Газпромбанке именно иностранную валюту. Вот, поэтому чем по-прежнему выше курс валюты, тем лучше для нашей замечательной с вами экономики. Ну ладно, давайте вот эту фундаментальную составляющую пока отпустим, все-таки попробуем сориентироваться по технической картинке. На недельном таймфрейме доллар-рубль находится в очень глубокой затяжной коррекции, по дневному таймфрейму здесь у нас нисходящий тренд, по графику четырехчасовому здесь у нас также, собственно, наблюдается нисходящий тренд, но который, обратите внимание, все больше и больше замедляется. На недельном таймфрейме по скользящим средним 190 растет, 21 началась снижаться, по графику D1 здесь 190 растет, 21 снижается. И, кстати, обратите внимание, что здесь 190 находится на дневном таймфрейме в районе 80, а 190 на графике недельном находится в районе 71. Почему я, собственно, говорю, что может быть туда попробуют протащить на 70, но только зачем это делать, ну, я, откровенно говоря, не очень понимаю. По четырехчасовому таймфрейму по скользящим средним уже начали снижаться, причем 21 пересекла 190 вниз, в общем-то, чего достаточно давно не было. И по индикатору RSI на недельном таймфрейме 13 нейтральная зона тройка в зоне перепроданности, но еще есть куда падать. По дневному таймфрейму здесь уже оба индикатора в зоне перепроданности, причем перепроданность в моменте здесь была достаточно высокой по тройке, по крайней мере. И по графику четырехчасовому здесь у нас с вами оба индикатора тоже в зоне перепроданности, но перепроданности несущественной. И даже есть проблески, похожие на конвергенцию, собственно, которая говорит нам, что неплохо было бы покупать. Другой вопрос, где покупать, потому что даже если купить по 80 с комиссом в 12%, это фактически вход будет по 90. Есть ли смысл покупать по 90, очень-очень большой, честно говоря, вопрос. Поэтому тут либо фьючин надо брать, либо какие-то, может быть, производные финансовые инструменты. Ну, в общем, пока с этим не совсем понятно, как торговать доллар-рублем. Ну, в общем, на этой замечательной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний прогноз, потому что по доллар-рублю 80 пока уровень стоит. Вопрос, где вы будете покупать, какой комисс вы заплатите при покупке. Других особо вариантов, кроме кроста, я по большому счету здесь не вижу. Можем, конечно, попробовать, опять же, на 70 укатать его, но зачем, непонятно. По-моему, третий раз я уже об этом говорю. В общем, на этом, на сегодня, друзья мои, все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и продолжим в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok